Привет, друзья. Говорю, когда стресс, человек обо всём забывает. Забывает и о том, что он всё может. Он может вспомнить, как он в детстве любил, например, петь, например, танцевать, например, холохоп крутить. Но когда стресс, это как бомба, которая падает, и ты всё забываешь, потому что последняя бомба, кажется, страшная самая, и ты всё забываешь. А если ты возьмёшь просто, на самом деле, возьмёшь, вспомнишь, что ты любил в детстве делать. И возьмёшь, ну, например, мне кто-то сейчас написал, а я любил в детстве танцевать. Ну, так возьми, танцуй. А я, говорит, не могу, у меня такое состояние, просто ужас, как я могу танцевать. Да возьми и танцуй. И через пять минут перезвоню. И он берёт, танцует, и потом мне пишет. Слушай, удивительно, мне легче стало. Я говорю, так вот, когда человек в стрессе, он всё забывает, всё вылетает из головы. Он ни о чём не слышит, ничего не видит, он в доминанте, у него всё время ожидание негативного исхода ситуации. Он себя накручивает. Возьми, вспомни, что ты любил делать в детстве. Возьми это, поиграй, сымитируй, протанцуй, пропой, проговори, пожалуйста, подумай. Каким ты был в детстве, ну, допустим, что ты любил в детстве делать? Вот это и сделай, несмотря ни на что, вопреки всем обстоятельствам. Встань и сделай это. И ты увидишь, через пять минут у тебя состояние улучшится, напряжение снизится. Потому что дети маленькие, они это делают сами. Сами делают, когда хотят, плачут, когда хотят, смеются, когда хотят, жуют, когда хотят, трясутся. И ты побудь ребёнком пять минут в день. Сделай, сделай, вопреки всем обстоятельствам. И ты увидишь, что тебе становится лучше. И так несколько дней подряд, пять минут в день, делай то, что тебе лучшее, то, что тебе легче, то, что ты делал в детстве, то, что ты любил. Поделал любимое дело. Давай, до встречи.